Друзья, всем привет! Рада вас снова видеть на своем канале. Для тех, кто впервые у нас в гостях, меня зовут Елена, и со мной моя помощница маленькая Сонечка. Мы сегодня все вот такие вот красивые, в красном. У нас праздничное настроение весеннее. За окном весна в полном разгаре, так сказать. Солнышко, бегут ручьи уже. Не хватает только, чтобы вот уже распустились цветочки, и вообще тогда просто бы настроение зашкаливало, так сказать, хорошее. Да, Сонька? Мы сегодня погуляли, сходили в магазин Пятерочка. Думаю, у многих этот магазин любимый. Ну, если не любимый, то посещайте, я думаю, часто многие из моих зрителей мне пишут, и пишут и на ютюбе о том, что действительно магазин номер один есть во всех городах России, и Пятерочка действительно выручает, потому что цены все-таки более-менее приемлемы, особенно когда бывают акции, так вообще замечательно. Ну что, давайте не буду долго болтать, лучше покажу, что же мы с Сонечкой купили. Ходили мы сегодня в Пятерочке в Двияж, потому что не все мы смогли с первого раза купить. Во-первых, тяжело было, во-вторых, не было того, что мы хотели, искали. Первый чек у меня на 1177 рублей, и второй чек на 342 рубля. Сколько получается? По-моему, около 1500 рублей, правильно, если я не ошибаюсь? Да, даже чуть больше. Ну что, давайте уже приступим, покажу быстро, что купили. Купила я вот такого цыпленка, обычный бролерный цыпленок, тендер, около 2 килограмм здесь. Я обычно все время выбираю курицу, чтобы она была около 2 килограмм, потому что тогда и части, которые для запекания, они большие достаточно, хватает вполне на один прием пищи. И грудка куриная большая, ее можно будет использовать в дальнейшем. Ну и также суповой набор, который остается, вполне можно использовать как разово на суп. Вы знаете, я покупаю всегда курицу целиковую, так дешевле, да, а мы экономим. Но и помимо того, что так дешевле, так гораздо свежее получается курица. Я проверяла не раз по датам. Если интересно, посмотрите, даты указаны на упаковку. Куда же без яиц? Да, да, да. Купила аж 2 пачки. Буду печь я оладушки. Поэтому купила 2 пачки яиц. Задуманно у меня я также хочу, очень уж хочется мимоза салат. Не знаю, когда я его буду делать, но яйца в любом случае дома нужны, они никогда не пропадут. Купила 2 десятка яиц. У нас яйца мы любим, постоянно, чуть ли не каждый день яичницу едим. Все члены нашей семьи, поэтому 2 десятка у нас улетают меньше, чем за неделю. Купила вот такой красный цена, потом свежий. Да, да, иногда мы покупаем. Я думаю, что такой хлеб покупают многие. Черный хлеб я стараюсь брать не в упаковках, а вот, может быть, видели, в пятерочках продается на отдельном стенде хлеб. Круглый мне нравится. Я обычно беру либо на рынке, но очень редко беру в пятерочках черный хлеб. Он не черный, он даже серый, наверное, больше. Круглый хлеб мне нравится. А вот батон, в принципе, мы его не так часто едим, поэтому я покупаю. И если даже остается, мы потом отдаем птичкам, кормим, кто не птичек. Дальше. Купила я пачку риса. Рис стоит, по-моему, не ошибаюсь, 48 рублей. Обошелся. Да, нам, по-моему, скидочку небольшую сделали. Он по скидке был. Рис. Я варю рисовую кашу, но и добавляю иногда, делаю когда тиктельки. Я не так давно покупала тоже в Ашане. Уже у нас вот этой такой пачки риса, ну вот мы с Соней кашку любим, у нас, наверное, ну на полторы недели и все. Иногда даже быстрее. Купила я мои хорошие, так, как всегда, лука. Вы знаете, в тетрочку, как я прихожу, я всегда покупаю лук. Лук купила совсем немножко, не хотелось мне тащить. Лук, по-моему, с не ошибаюсь, по 25 рублей уже стала. Также взяла немного морковки. Морковка 35 рублей за килограмм. Дороговато, я скажу вам. Я брала когда в Ашане, мне казалось, что в Ашане-то как раз дорого. А нет, оказывается, везде подорожал. Купила вот такой майонез Мистер Рико, был по акции, что-то в районе 70 рублей. Он стоил на перепелиных яйцах 360 грамм. Мне нравится этот майонез, поэтому увидела, когда по акции взяла. Так, купила пачку сахара, обычный сахар, белый, 52 рубля стоит он. Написано, что по акции, но я сомневаюсь, что там акция вообще какая-то есть, потому что в пятерке сахар всегда 52 рубля. Купила бутылочку воды и синтуки, уже мы практически половина выпили, ну, куда же без этого. Взяла в синтуки, 68 рублей в пятерочке у нас любит муж мой. Так, так же, мои хорошие, куда же без масла. Для жарки, для салатов, конечно, нет, не советую это масло, а вот для жарки самое то. Масло 80, по-моему, если не ошибаюсь, 3 рубля это стоило. Так, это вот как раз на второй наш заход ходили, Сонечка, да? Так, так, так. Масло, да, 84 почти, 83,99 вот такая вот. Здесь, по-моему, а, нет, здесь 828 грамм, 900 миллилитров. Да, на всем уже нас обманывают. Вот, раньше всегда литровые бутылки масла было. Это бутылка масла, вот, 828, 900 грамм миллилитров. И вот стоит такую цену. Ну, по сравнению с другими фирмами, я разницы особой не увидела. Для жарки, скоро оладушки будем жарить, нам как раз то, что нужно. Масло много уходит. Так, так же я взяла вот такой творог. Две пачки взяла творога. Будем мы с Соней из этого творога делать либо сырники, либо я пробовала из этого творога, как они называются, ленивые вареники. Вот такой вкусный завтрак. Творог обезжиренный, но, скажу вам сразу, так, я взяла, положу. Состав этого творога. Сейчас мне опять скажут многие, что состав молоко, обезжиренная закваска на чистых культурных молочных микроорганизмов. Смотрите. Состав. Ничего лишнего, никаких не ела, никаких вам. Состав предельно короткий, даже не знаю. Пробовала я такой творог, делала из него даже сырники неплохие. Получается, кушать, конечно, он так себе. Он суховатый, мне не нравится. Мне вот для еды нравится благодо. Благодо, по-моему, называется. Вот он вкусный. Либо мы покупаем для развес. А вот то, что касается на творожные вот эти всякие продукты, то есть сырники, либо ленивые вареники. Вот как раз нам вот этого творога вполне хватит, да, дочь? Так же купили пачку молочка. Молоко у меня ушло очень быстро, пришлось сварить кашку. Ну и так, я купила какао, Несклик. Ну вот с Нескликом мы всё молоко практически выкинули. Ну что, всё? Всё, что вот мне удалось купить. Как-то так. Немного, но, в принципе, много мы, наверное, бы уже, Сонечка, и не донесли. Всё, что было. Да, Сонечка? Всё, купили. Вот такую целую кучу продуктов. Дай сюда поставлю яйца. Вот такую кучу продуктов нам удалось купить за два раза и принести домой. Ну что, надеюсь, наше видео было для вас полезно, да, Сонечка? Да. Если ещё не подписаны на наш канал, подпишитесь. Ну, мы будем очень-очень рады. Мы стараемся, правда, для вас, чтобы наши видео были более информативные, более интересные, более позитивные. Пожалуйста, вот очень-очень просим, потому что подписка, она стимулирует нас снимать больше и больше интересных видео. Для вас же, мои хорошие, что-то новенькое искать, что-то, может быть, дополнять, добавлять. Мы хотим, чтобы наши видео были не только позитивные, но и немножко несли какую-то пользу, так сказать. Ну, в пределах разумных. А на сегодня всё. Мы с Соней устали. Сейчас надо будет всё убрать по своим местам, все наши продукты, что-то положить в холодильник. Будем готовить уже с Сонечкой ужин. У нас сегодня очень вкусный ужин предстоит, да, доча? Да. Мы вчера приготовили ленивые пельмени, так что сегодня осталось их приготовить в духовке. Ну, приготовили мы полуфабрикаты сделали. Ленивые пельмени сами приготовили на несколько раз. Осталось их приготовить, чтобы уже подать к столу и вкусненько покушать. Да, Соня? Да. Ну, на сегодня всё. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Спасибо, что с нами. Спасибо, что ставите лайки, если вам нравится. Спасибо за дизлайки, кстати, тоже. Вы и дизлайками помогаете нам продвигаться вперёд. Да, Сонечка? Да. И больше, и больше, и больше писать видео для вас. На сегодня всё. С вами была Елена. Сонечка была. Всем пока-пока. До новых встреч, друзья. Хорошего весеннего вам настроения. Пока.